Постепенно, очень постепенно мы приходим к некоторым истинам, которые в общем-то лежат на поверхности, но в беду своей обыденности мы на них просто не обращаем внимания. Вот, например, на поверку стало доходить, что пропускать СМИ противника и прочую его пропагандистскую дрянь категорически нельзя. Украина стала смелее, запретили социальные сети, запретили георгиевские ленточки, и это хорошие признаки. Шаг номер три, который неизбежно произойдет, это разрыв с РПЦ. Несмотря на понимание того, что это не проходящий момент, а действительное противостояние на многие годы, до сих пор в ряде телеканалов демонстрируются фильмы и передачи, выполненные российскими пропагандистами. И очень не сразу до всех нас стало доходить, что все гораздо серьезнее. Я помню, что мое потрясение началось с убийства Бориса Немцова, человек, который говорил с экрана на запись. Владимир Путин голосовал бы за Януковича, он ебнутый Владимир Путин. Оказался расстрелянным сотней метров от Кремля. В этот момент до меня дошло, что все гораздо серьезнее, чем я предполагаю. Куда тяжелее доходит до нас, что россияне в целом те же самые маленькие Путины, которые получают удовольствие от того, что где-то воюют их солдаты. Они действительно гордятся этим. Неважно, в Сирии ли это или в Украине. То есть они не просто рады, они хотят продолжения шоу. И поэтому они стремятся к своим телевизорам, где им покажут, как это происходит в деталях. Даже те, кто называют себя оппозицией в России, мало чем отличаются от основной массы россиян. Они просто умеют имитировать оппозиционную риторику. А коснись чего-то серьезного, то разногласий с Кремлем у них не обнаруживается. Постепенно мы все приходим к выводам, что необходимо вычеркнуть этот самый русский мир для того, чтобы очиститься, идти в будущее и смотреть на жизнь открытым, ясным и честным взором. Поэтому можно сказать, что в некоторых направлениях просматривается положительная динамика. И население Украины в целом начинает правильно понимать ход вещей. Чего нельзя сказать до сих пор о Киевской Православной Церкви, принадлежащей к Православной Церкви Московского Патриархата. Вдумайтесь, эта организация заняла абсолютно промосковскую позицию, ведя как идеологическую, так и фактическую войну против Украины в приграничной зоне. Московские церкви стали складами оружия и боеприпасов для сепаратистов. В прошлом году была сорвана провокация РПЦ с так называемым крестным ходом, который должен был превратиться в кровавую бойню на улицах Киева. Этого не случилось исключительно благодаря работе украинских спецслужб и общественных организаций. Сейчас РПЦ готовится к канонизации некого Моторолы, известного в народе как автомойщика Арсения Павлова. Теперь появились изображения его на иконе в виде святого, и икона так и называется – «Святой мученик, воин Арсений». Люди молятся на него и просят, чтобы он замолвил словечко перед Господом. То есть они уверены, что он находится в раю за все свои злодеяния и за то, что погиб, как они считают, мученической смертью. Так уж исторически сложилось, конвейер канонизации кровавых ублюдков начинается с Ордынского халуя и палача Александра Невского и заканчивается ублюдком Николаем II, который в народе назывался Кровавым. Они бы и Путина, в общем-то, канонизировали, но, правда, для этого не хватает ему открутить голову, для того, чтобы он стал великомучеником. А так изображение его уже везде есть. Люди на него молятся, вышивают, целуют его изображение. В общем, идола давно создали. В связи с этим возникает вопрос, до каких пор киевский патриархат будет продолжать называть себя РПЦ. Я не говорю о том, что патриарх Вселенский до сих пор причисляет московскую банду к православной церкви и не пытается отмежеваться от этого филиала ФСБ самым решительным образом. А государственные органы не вмешиваются в дела церкви, обязанные реагировать на жестокую антиукраинскую позицию этих самых церковников. Арсений Павлов виноват в сотне смертей героически погибших воинов Украины. И теперь РПЦ пытается сотворить из него святого. В истории очень много примеров, когда церковь расщеплялась и уходила своим собственным путем. Есть хороший пример отделения церкви. В свое время британский парламент в 1534 году объявил независимость англиканской церкви от католической церкви и Ватикана. А при королеве Елизавете I завершилось ее формирование. С тех самых пор удалось отделить церковь от геополитики, сделать ее независимым институтом и исключить из геополитической борьбы и войны. Тем самым церковь в Англии стала более демократичной и свободной. Украине необходимо сделать то же самое. Почему бы и украинскому патриархату не найти в себе силы идти своим собственным путем и не пачкать свою репутацию принадлежностью к русской православной церкви московского патриархата? Что еще должна сделать эта шайка для того, чтобы зашевелились духовные и государственные чиновники, трудно себе представить.